Слава Господу, друзья, за этот прекрасный духовный праздник, который подарил нам с вами Господь. Книга пророка Еремии, 13 глава, прочитаю с вами 11 стих. И с этого стиха хочу вместе с вами найти еще одну хорошую точку отчета для нашего рассуждения, дабы получить от Господа еще и еще назидание от Его святого благодатного Слова. Книга пророка Еремия, 13 глава, 11 стих. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так и я приблизил к себе весь дом Израилев. И весь дом Иудин, говорит Господь. Чтоб они были моим народом, моею славою, хвалой и украшением, но они не послушались. Из этого текста я хочу, чтобы вы обратили внимание, какое же Божье было определение, когда Он приближал к себе народ, о котором Библия говорит, что это народ, весь дом Израилев и весь дом Иудин. И вот прямо здесь, в этом тексте, вы можете найти ответ. Прямо здесь Священное Писание нам говорит, я приблизил к себе. И дальше, обратите внимание, сказано, перечисляется конкретно, кто же удостоился такой чести, чтобы быть близко к Господу. Написано, дом Израилев и весь дом Иудин. И обратите внимание, для чего и для какой цели, говорит Господь. Чтобы они были моим народом, моею славою, хвалой и украшением. Оказывается, одной из Божьих целей, которые Он желает достичь, когда Он приближает к себе вас, когда Он к себе приближает меня. Вот оно вмещается в эти три коротких слова. Для того, чтобы они были славою, хвалой и украшением. Это прекрасное слово, которое здесь названо последним украшением. Мы его с вами можем найти в посланиях апостола Павла Титу, 2 глава, 10 стих. Я читаю просто конец этого 10 стиха, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога. Это два текста Священного Писания. Один написан в Ветхом Завете. Второй является цитатой из Нового Завета. Что их объединяет? Их объединяет слово в том числе, которое названо было и в Ветхом Завете, и в Новом украшением. И обратите внимание, кого же Бог рассматривает в качестве украшения по отношению к себе, к своему святому имени. В Ветхом Завете Он говорил дом Израиля, в дом Иудин. И говорит, я избрал, я вас приблизил. И вот какая его цель, чтобы вы были славою, были хвалой, были украшением. Можете себе представить, люди, живущие на земле, они могут быть украшением учения нашего Господа Иисуса Христа. Оказывается, люди на земле, они могут определенным образом вести себя так, чтобы быть хвалой, славой и украшением великому Создателю и Творцу. Думаю, слово или такое простое понятие, как украшение, многим из нас очень понятно, и много его объяснять и комментировать не нужно. И я думаю, этой вещью очень часто пользуются те, кто выступает в роли рекламодателей. Я думаю, вы много могли видеть, когда отдельно взятый билборд или отдельно взятый находящийся какой-то рекламный щит, и на нем написана такая короткая фраза. Здесь может быть ваша реклама. Если эта компания достаточно известная или компания достаточно такая по объему производимого продукта, она достаточно большая, они иногда пользуются, чтобы пригласить известного спортсмена или пригласить известного политика, пригласить известного актера. И этому человеку, спортсмену, актеру или политику сказать, одень наши кроссовки. И мы сфотографируем тебя, разместим это на первую полосу газеты или журнала. И прямо с этим человеком заключают отдельный рекламный контракт. И говорят, давай с тобой договоримся, что больше ты ни в какие другие кроссовки не обуешься. Пусть это там будет какие бы то ни было компания, которая производит обувь, но что делает производитель? Он просто выдающимся человеком украшает собой произведенный товар. И таким образом говорит, если этот выдающийся человек считает для себя приличным или красивым одеть эти кроссовки или обуть их, то тогда это будет поощрять и других людей к тому, чтобы делать точно так же. Обратите, пожалуйста, внимание. Бог рассматривает вас и меня в качестве людей, которые могут украсить его. Оказывается, ваша и моя жизнь, она может быть украшением, ученью нашего Господа Иисуса Христа. Как-то один человек, мне кажется, сказал очень хорошую или очень замечательную мысль. Он говорит, вообще человек на земле может по-разному себя вести. Он может либо оставить добрый след, либо просто наследить. Да, вот человек по своим поступкам, по тому, что он делает, он может либо наследить, либо оставить добрый след. И это справедливо и в отношении человека и Творца. Потому что в Библии, я думаю, вы хорошо знаете этот текст из Писания, во всяком случае, точно цитату эту знаете. Римлянам 2 глава, 22 стих. Римлянам 2, 22. Вот там описано определенное поведение человека. И вот как оно звучит. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. И вот дальнейший вывод, который здесь предлагает апостол Павел. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулиться у язычников. Я думаю, друзья, вы очень прекрасно теперь понимаете, ваш и мой образ жизни, он либо является украшением учению Спасителя нашего Бога, либо он является для него причиной хулить у язычников Божье имя, которое на тебе и на мне наречено. Другими словами, друзья, каждый из нас, мы можем представить себя, что мы что-то наподобие большого рекламного щита. Вот каждый из нас, мы большой рекламный щит, на которого возложена огромная рекламная кампания. И знаете, куда вмещается эта простая рекламная кампания, в какую формулировку вмещается? Рекламируй, показывай, демонстрируй и украшай учения нашего Господа Иисуса Христа. Другими словами, глядя на твою жизнь, люди должны восхищаться, равно так, как тот, кто смотрит на спортсмена, который оделся или обулся в какую-то там особо рекламируемую обувь, у человека просыпается желание, и я хочу приобрести такое же. У вас и у меня удивительная миссия. Миссия «Живи и поступай так, чтобы другие люди захотели стать таким, каким являешься ты». И вот здесь одна очень важная вещь. Оказывается, мы задаемся вопросом, вообще, кто может украшать учения нашего Господа Иисуса Христа? И ответ, который я хочу предложить вам, звучит очень коротко. Человек на земле. Вот отдельно взятый человек на земле, он может выступать в роли того, кто может украсить всемогущего, облаченного славою и величием Создателя и Бога. И если задаться вопросом, кто же конкретно, может, какой-то великий или высокопоставленный царь, выдающийся человек, наделенный какими-то особыми талантами или дарами, Давайте найдем ответ в Писании. Титу, 2 глава, с 9 стиха. Титу, глава 2, стих 9. Обратите внимание, с чего начинается этот текст. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить, не красть, но оказывать всякую добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Обратите внимание, апостол Павел приглашает людей и говорит, старайтесь во всем быть украшением по отношению к нашему Господу, по отношению к нашему Спасителю. Но обратите внимание, в самом начале он называет определенную категорию людей, которых он призывает жить, дабы они были украшением учения Спасителя нашего Бога. Что же это за люди? И вот это в 9 стихе. «Рабов увещевай». Вы можете себе представить, если бы у вас была такая возможность. Вы являетесь собственником какой-то компании, вы являетесь человеком, который производит какую-то продукцию. Ну, не знаю, проводите продукты, производится продукция, которая людям утоляет жажду, потому что это какой-то напиток или сок. Или вы производите продукцию, которая одевает людей, это одежда, это обувь, помогает им в зимнее время защитить себя от мороза. И вы теперь стоите перед выбором, кого бы вам избрать или кого бы вам пригласить для того, чтобы он вашей продукции представил рекламным, наилучшим образом представил вашу продукцию. Я думаю, друзья, вы бы не пошли к рабам. Я не думаю, что вы бы нашли бы человека, который ведет такой образ жизни, что-то наподобие бомжа, у которого негде спать. Борода такая вся забитая мусором, прическа вся такая сбитая в лохмотье. И вы этому человеку говорите, ой, слушай, друг, давай я сфотографирую свой сладкий батончик шоколада или бутылку нами производимого сока вместе с тобой. Почему? Да потому что выглядит так, что этот человек не украсит вашу продукцию, а скорее всего он испортит то впечатление, которое вы хотели бы достигнуть, чтобы тот, кто видит рекламу, мог от этой рекламы пережить какое-то побуждение к лучшему. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, Христос не чуждается рабами, самым низким статусом в то время первого века. И он говорит, послушай, ты можешь быть украшением моего святого имени, ты можешь быть украшением учения и спасителя нашего Бога. И первый вопрос, который я задаюсь, кто же может выступать в роли того, кем может быть украшен Господь, кем может быть украшено его святое учение? И знаете, друзья, какой звучит ответ? Он звучит очень просто. Этим украшением может быть человек. И следующий комментарий к этому. Самый низкий на земле в статусе человек может выступать в роли украшения спасителя нашего Бога. И в данном случае Павел говорит, рабов увещевай. Можете себе представить, люди, которые не имеют ничего собственного. Спят на кровати, которая им не принадлежит, кушают еду, за которую они даже ничего не платят. Все, что из себя представляет их жизнь, они просто рабы, не имеющие ничего, принадлежат своим господам, выполняют тяжелую работу. А Господь им говорит, послушай, человек, ты можешь быть украшением спасителя нашего Бога. И тогда задается вопрос, чем? Что же может этот раб сделать, что может выступать в роли украшения святого и великого создателя и творца? И вот прямо здесь я читаю эти короткие простые слова, которые являются как раз таки рецептом, которые являются простым повелением, которые помогают человеку на земле выступать в роли украшения, учения и спасителя нашего Бога. Читаем этот же девятый стих, титул 2, 9. Рабой, рабов увещевай. И обратите внимание, какое следующее звучит повеление. Повиноваться своим господам. Вы думали, когда-нибудь, друзья, оказывается, просто повиновение? Повиновение, которое ты проявляешь по отношению к твоему начальнику, по отношению к твоим родителям, по отношению к людям старшего возраста. Можешь ли ты себе представить, твое простое повиновение, оно, оказывается, иногда является актом или фактом украшения по отношению к Господу. Следующая фраза. Угождать им во всем. Следующий комментарий. Не прикословить. Что это такое прикословить? Это вступать в прение. Это вступать в какое-то что-то наподобие выяснения отношений. Как-то в свое время Черчилль сказал очень мудрую фразу. Если ты хочешь с кем-то испортить отношения, просто начни их выяснять. И ты их точно испортишь. Есть еще одна такая хорошая фраза по поводу отношений. Один человек сказал следующим образом. Тот, кто не умеет наслаждаться отношениями в настоящем, тому придется наслаждаться воспоминаниями об отношениях, которые у него были в прошлом. Я думаю, улавливаю эти мысли. Знаете, есть люди, которые очень легко теряют отношения в настоящем. И когда проходят годы, все, что им остается от наслаждения, это просто вспоминать. Эх, какие же у меня были друзья. Эх, какая же у меня была семья. Так вот, очень важно быть человеком, который умеет сохранять отношения. И тот, кто не умеет ценить и сохранять и наслаждаться отношениями в настоящем, тот может привести в свои жизни к эпизоду, когда все, что ему остается от наслаждения, это вспоминать отношения, которые были в прошлом. Вот почему хочу пригласить вас, друзья. Давайте будем людьми, которые умеют ценить отношения, не терять, а приобретать, их умножать. Для того, чтобы быть людьми, которые наслаждаются тем, что имеют в жизни. Итак, украшение учения. Если ты не прикословишь. Другими словами, ты человек, который не вступает в какое-то прение. Я сейчас сделаю маленькую паузу для того, чтобы сделать такое небольшое отступление. Знаете, мои друзья, у меня недалеко от нашего города, где я живу, есть город, в котором есть большая калийная компания. И это калийная компания, которая является одной из бюджета образующих в стране с точки зрения поступления иностранной выручки. Это калийная компания. Это компания, которая добывает калийную соль, гранулирует ее на мировом рынке, потом ее продают. И устроиться в эту калийную компанию достаточно престижно, потому что стандартный или стабильный заработок, достаточно высокий доход. И вот один из братьев, который является членом нашей церкви, этого брата зовут Иван, он узнал, что высвободилось или освободилось одно место, на которое он пожелал предложить трудоустроиться своему другу, своему приятелю. Он узнал об этом месте и приходит ему и говорит, слушай, я тебе рекомендую, как можно быстрее бросай все, что есть, и бегом отправляйся в отдел кадров. Потому что твой диплом, твое образование сейчас как раз подходит на то место, которое освободилось. Ну и вот его приятель, Ивана приятель, схватил все свои документы, забегает в отдел кадров и говорит, я хочу трудоустроиться. А начальник отдела кадров от директора получил такое распоряжение. Кто бы ни приходил тебе трудоустраиваться, в первую очередь отправляй его ко мне. Я с ним пообщаюсь, я с ним поговорю и после этого дам тебе разрешение, принимать на работу или нет. И вот выглядит картина так, что наш брат, брат Иван, который предложил верующему брату трудоустройство, который пришел к отделу кадров и понял, что надо идти на прием к директору, он пришел на прием к директору. А директор из-за стола сидя смотрит на нашего брата, который пытается трудоустроиться в эту компанию и говорит ему, а кто тебе сказал, что здесь есть свободное трудовое место? Ну и наш брат в простоте своей говорит Иван и называет его фамилию. И вот директор, он так свел брови ближе к переносице и так сурово ему говорит, так и ты такой же, как он. И вот этот брат говорит, и я теперь завист между небо и землей. А что же он подразумевает под этой фразой? Что он такой хороший или что он такой плохой? Судя по тому, как он выглядит, что брови свел к переносице, похоже, что он понимает, что это прям какой-то негодный и плохой. Но в то же самое время этот брат знает, что Иван хороший христианин, прекрасный семьянин. И он так спокойно, робким голосом, ну-то говорит, ну да. И тут расцветает улыбка на лице у директора, говорит, тогда иди и смело трудоустраивайся. Оказывается, директор настолько понимал, кто такой Иван, что когда строго спросил, и ты такой же, как он, а тот ответил, ну да. И тот все понял, это тот человек, который нам надо. Вот я хочу вам задать вопрос, вот этот Иван, как вы считаете, он украшение, учение Спасителя нашего Бога? Или он повод к преткновению и соблазну? Понимаете, друзья, иногда наша с вами жизнь, она как раз таки из себя представляет такую удивительную картину, как один брат, я слышал, когда он проповедовал, при этом говорил, что для Бога нужно гореть. Вот прямо так он говорил, молодежь, для Бога нужно гореть, но только, пожалуйста, не нужно коптить. Вот иногда жизнь христианина, она не столько отражает огонь, сколько много отражает какой-то копоти и дыма. Вот гореть надо, а коптить не надо. Так вот, обратите внимание, что может быть причиной украшения? Вот одно из качеств – не прикословить. Вот у каждого из нас наверняка есть кто-то, кто над нами. Я имею в виду, это твой начальник, непосредственный твой работодатель, это, быть может, если ты студент, это твой учитель или декан или так дальше. Вот задайтесь, пожалуйста, вопросом. Вы украшали учение Спасителя Господа нашего Иисуса Христа тем, как вы жили, как вы учились? Может быть, вы в своей жизни не проявляли повиновения? Может быть, вы не угождали, а может, вы вступали в пререкание? И вот задаюсь вам теперь вопросом. Скажите, пожалуйста, так вы выполнили эту миссию, быть украшением Спасителя нашего Бога или нет? Продолжая чтение, которое мы начали с 9 стиха, читаю дальше. «Оказывая всякую добрую верность, дабы они во всем были украшением Спасителю нашего Бога». Обратите внимание, «оказывая всякую добрую верность». Оказывается, друзья, в нашей жизни есть просто образ жизни или поведение. И они, как правило, являются носителями любое наше решение, любое нами сказанное слово. Они, как минимум, отражают две цели. Они Бога либо украшают, либо Бога они пачкают, либо Бога нашему, они Его имя по другим людям дают повод хулить Его и в Его адрес произносить что-то негодное и неприятное. И я теперь задаюсь вопросом, справляешься ли ты с этой миссией, чтобы быть украшением Спасителя нашего Бога? Я прочту текст из Писания, чтобы вы могли понять, каким образом человек может быть украшением. Это Якова, 3 глава, 13 стих. «Мудрый и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью». Обратите внимание, что здесь в Писании названы два качества – «мудрый» и «разумен». «Мудрый» и «разумный». Чем обычно измеряют люди мудрость и разум человека? Обычно это измеряется тем, что человек знает. В большей степени мудрость определяется в одном человеке равно, как признается разум в другом, благодаря тому, что человек знает. А вы можете обратить внимание, здесь предложен нам в Писании совсем иной критерий, по которому нужно определять мудрого и разумного. Написано «докажи это на самом деле, как добрым поведением». Оказывается, в нашем поведении намного лучше видна мудрость, нежели в том, что мы говорим и как мудро рассуждаем. Дальше написано «с мудрою кротостью». И хотел бы, чтобы каждый из нас старался именно приблизительно на это и нацелиться. Чтобы мудрость и разум в твоей жизни люди признавали не благодаря тому, что они слышат, а благодаря тому, что они в твоей жизни видят. Потому что наши дела, они намного громче говорят о том, что мы из себя представляем. И намного громче заявляют, сколько у нас мудрости и как много в нашей жизни разума. Вот в Библии есть одно призвание, которое, думаю, наверняка каждый из вас скажет, что оно 100% отражает Священное Писание. Это евангелизация. Другими словами, поделиться Евангелием с другими людьми. Я встречал одного брата, и это брат, который говорил, что он старается свою жизнь измерять вот этим словом «евангелизация». Я вам сейчас попытаюсь рассказать, как он это применяет к своей жизни. Он говорит, для меня евангелизация – это один из главных критериев, который является критерием, когда я принимаю решение. Слушайте внимательно. Он говорит, я в школе хочу хорошо учиться. Почему? Потому что, если я хорошо учусь, то это лучшим образом способствует евангелизации. Потому что я, как успешный ученик, в глазах своих однокурсников приобретаю более-менее к себе расположение, и у меня больше власти и возможности евангелизировать. Следующее. Говорит, когда я определяюсь с профессией. Вот задумайтесь, когда люди выбирают профессию, кем ему быть? Либо поваром, либо механиком, либо инженером-строителем, либо архитектором, либо кем ему быть? Так вот этот брат, он говорит, я к своей жизни применяю следующий критерий. Я выбираю профессию, которая лучшим образом поможет мне достигнуть такой цели, как евангелизация. Вопрос не в том, сколько я буду зарабатывать. Вопрос не в том, где я в каком мягком или уютном кресле буду восседать и руководить какой-то компанией. Вопрос в том, я выбираю такую профессию, которая лучшим образом поможет мне достигнуть цели под названием евангелизация. Когда он говорит, я определяюсь с тем, где я буду жить. Я определяюсь не там, где климат теплее. Я определяюсь не с тем, где кровать помягче, где вода почище, где воздух светлее. А где я лучшим образом могу достигнуть того, что вмещается в понятие евангелизация. Говорит, когда я определялся с тем, чтобы выбрать себе жену, то может разный критерий подходить, когда человек определяется, с кем ему дальше по жизни идти. Он говорит, знаешь, что у меня было первым критерием, когда я определялся, с кем я хочу связать свою жизнь. У меня цель евангелизация. Я хочу определиться со такой спутницей, сестрой, которая мне в этой цели поможет, а не станет препятствием. И потому я определялся не исходя из того, насколько она высока или красива, хотя это тоже не второстепенное место, но я занимал главную цель. И приоритетом у меня было, будет ли мне эта жена помощницей в Богом данной мне миссии, которая вмещается в понятие евангелизация. И я исходя из этого хочу, друзья, сказать, мы можем свою жизнь измерять по-разному. Мы можем сделать центром своей жизни исключительно свое собственное «я», свой собственный комфорт, какие-то другие вещи. А можем в центре своей жизни поставить такую цель. Я хочу быть украшением спасителя моего Бога. Вы и я. Израиль в Ветхом Завете. Господь прямо-таки сказал, я избрал этот народ. Я приблизил его к себе. И обратите внимание, он четко сказал, для того, чтобы они были моей хвалой, моей славой, моим украшением. Другими словами, Бог через твою и мою жизнь желает прославиться. Бог тебя и меня рассматривает, как такой перемещаемый в пространстве билборд или рекламный щит. Но только ты там и рекламируешь. Не продукт, который ты продаешь в виде зубной пасты или прекрасного шампуня, а ты людям предлагаешь Евангелие. Ты им говоришь, люди, смотрите на меня, и вы поймете, как это прекрасно, как это великолепно, как это замечательно принадлежать к Иисусу Христу. Я встречал человека, который восхищался жизнью в Америке. Но я не исключаю, что многие из вас, вы тоже исполнены разных впечатлений. Если кто-то из вас путешествовал в разные страны, то я не исключаю, что у вас разные впечатления присутствуют. Иногда от отдельных стран более положительные, а от других стран менее положительными. Но думаю, что у каждого из вас есть впечатление. Я встречал одного друга, который живет в Америке, и я восхищался тем, как он рассказывал о жизни в Америке. У него от жизни в Америке нет ни одних минусов, у него сплошные плюсы. Он может об этом вам рассказывать не минутами, а часами. И я как-то разговаривал с одним братом и говорил ему, слушай, вот если бы вот точно так же ты людям рассказывал о преимуществах жизни во Христе, как ты рассказываешь о преимуществах жизни в Америке, я говорю, представляешь, сколько бы людей поменяли бы земное на небесное гражданство? Потому что иногда так возогревают интерес, чтобы люди переехали с одного места в другое, что человек готов тратить деньги, идти на курсы изучать язык. Он отдает так много сил и времени для того, чтобы получить право куда-то переехать. Друг мой, а я хочу тебе сказать, ты знаешь, у тебя есть одна привилегия, где бы ты ни жил, даже если ты в статусе раба, ты можешь быть тем, кто является украшением учения Спасителя нашего Бога. Когда мы сегодня слышали пение на еврейском языке, я когда учился в семинарии, целый год учил древний еврейский язык. И на древнееврейском языке читаю какую-то грамматику, могу немножко разбираться. И я припоминаю стихотворение Маяковского, может кто-то возрастом постарше, вы можете вспомнить цитату его стихотворения. «Я русский выучил бы только за то, что на нем разговаривал Ленин», так говорил Маяковский. А я для себя такой принцип поставил, что еврейский надо выучить только за то, что на нем разговаривал Иисус. Иисус разговаривал на еврейском языке. И если кому-то из вас интересно, ух ты, как же это звучало, есть хороший принцип, есть хороший мотив, возьми и потрать какое-то время, просто мудро распорядись этим временем, чтобы выучить язык, на котором разговаривал Иисус. А можете еще представить, что потом вы не только на нем не говорите, а вы еще на нем и поете. Это не значит, что у вас должна быть такая жизненная сейчас цель, или до этого нужно дотянуться. Я просто говорю, что жизнь можно разменять на мелочи, а можно ее посвятить серьезным, Богу угодным вещам. И я теперь двигаюсь дальше, для того, чтобы показать, а на чем же еще мы с вами можем предложить, чтобы было украшение, учение Спасителя нашего Бога. Вот я прочитаю вам фразу, которая написана в послании к Кефесянам, 4 глава, 32 стих. Вот фраза, которая звучит так. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если вот к нам, вот в наше общество христиан, если к нам зашел неверующий человек и просто посмотрел, что мы из себя представляем, как мы друг с другом общаемся, как мы друг к другу обращаемся. И вот если мы, и он увидел вот то, что написано здесь. «Будьте друг ко другу добры». То есть он просто обращает внимание, что здесь люди друг к другу проникнуты желанием исключительно на добро, сострадательны. Снисходят друг к другу, уступают место, друг к другу подносят стакан воды и многие другие вещи. Прощают друг к другу. Вот я теперь хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, при таком поведении являемся мы с вами украшением, учению Спасителя нашего Бога? Я уверяю вас, да. Потому что когда люди видят то, как вы живете и то, как вы поступаете, после этого они начинают заинтересоваться. «Слушай, а что стало причиной, что человек ведет себя именно так?» И такой интерес потихонечку приводит их к тому, что они начинают интересоваться той книгой, которую читаете вы, а потом они узнают о том имени, которое призываете вы, и в конечном итоге вы, оказывается, стали рекламным агентом Евангелия, который людям проповедовал не громкими словами, а своим образом жизни. Так вот потому мы говорим, как я могу украшать учение Спасителя нашего Бога своим образом жизни. Причем 24 часа в сутки. Я был в одной поездке и был в одной многодетной семье. Меня попросили в эту семью, именно в этой семье остановиться, потому что совсем незадолго до этого у них в семье трагически погиб отец. Мама осталась одна с многодетными детьми, а дети уже были ближе к 20, даже за 20 лет были старшие дети. И меня попросили братья, их сказали, Игорь, мог бы ты остановиться в этой семье, чтобы хоть немножко пообщаться с детьми, поговорить, немножко их каким-то образом поощрить к тому, чтобы они держались Бога, искали Божьего лица. Ну и вот я остался в этой семье на протяжении целой недели, где-то на третий день, приблизительно на третий день. Я думаю, вы знаете, друзья, что человеку трудно играть роль долго. Но человек может играть роль, но долго играть ее ему трудно. И обычно, из моего наблюдения, в какой бы семью ты ни поселился, обычно на третий день открывается уже истинное лицо каждого, кто живет в этом доме. Обычно это так. Ну и вот на третий день мы вечером находимся, сидим за ужином. Ужин уже подходит к концу, и мама, которая совсем недавно потеряла своего мужа и осталась одна, с большим количеством детей, она обращается к своей старшей дочке и говорит, доченька, уберешь, когда мы закончим ужин, посуду и помоешь ее. И вот доченька на эту мамину просьбу реагирует так, да что снова я, да в конце концов! И она так выплеснула столько негативных фраз и возмущений за все то, что произошло от девушки, где-то было уже, наверное, лет 18-19. А удивительно, что до этого, то есть до среды, уже два дня я находился у них в семье, вечером мне эта девушка, она мне показывала фотографии. Фотографии, как они ездили миссионерской поездкой на Гаити, потому что там было землетрясение, и там люди пережили огромнейшую трагедию. И она, когда показывала мне фотографии, она говорила, смотри, мы здесь кормим, а здесь ручку бинтом заматываем больному. Вот, и я говорю, сколько вы там были? Она говорит, 14 дней, две недели. И вот когда в среду произошло вот это событие, я нашел вариант, и мы с ней остались вдвоем. Я ей говорю, знаешь, очень легко сыграть роль миссионера. Вот просто очень легко взять себя в кулак и сказать, на две недели в Гаити будь хорошим. И все, и поехал ты в Гаити миссионер, и ты две недели хорошие, кормишь больных, там перебатываешь порезанные пальчики, предлагаешь хлеб с улыбкой, приятного аппетита. А потом приехал домой после двух недель, и говоришь, фух, хоть можно отдохнуть. От этого христианства одна мука. И надо же, приехал домой, и мама говорит, помой посуду, и вот тут бах, выстрелила. И я ей говорю, слушай, что толку от твоего миссионерства, когда ты 14 дней сыграла роль красивой, доброй девочки, а дома маме, которая тебе отдала так много, грубишь на ее простую форму. Что толку от такого миссионерства? И я ей говорю, знаешь, с чего начинается твое миссионерство? С твоего дома, с твоей семьи. Вот где миссионерство. Начни здесь. Поддержи своих младших, поддержи тех, кто старше. Помоги маме. Вот твое миссионерство. Стань украшением учения Спасителя нашего Бога. Вот почему мы говорим, друзья, от христианства нельзя взять отпуск. Где ты написал заявление, Господи, можно я на две недели отдохну немножко от всех твоих высоких стандартов? Это один из братьев, который проходил реабилитацию. И у него такое было прошлое, что он был такой сильный на кулаки. Я слышал от этого брата, как он один раз свидетельствовал о себе. И он говорит, в моей жизни сложился такой момент, что, говорит, Ну меня так уже прям довели. Вот один человек. Ну так довел, что я, говорит, почти Господу сказал, Господи, можно я на пять минут отлучусь? На калачу и назад вернусь. То есть картина выглядит так, что можно я чуть-чуть стану другим, а потом вернусь снова и буду хорошим. Так вот, правда состоит в том, друзья, украшение учения, это не то, что и как ты красиво поешь. Это правильно, это замечательно. Не то, как я проповедую за кафедрой. Я как-то приводил уже этот пример. К нам в лагерь детский приехал мальчик, где-то, может быть, шести-семи лет. И я думаю, что тоже, вот это такая интересная вещь. Тот, кто занимается детскими лагерями, тот прекрасно это знает. Родители-то не знают этого, что зачастую, когда они отправляют своих детей, маленьких особенно детей, в лагерь, они что-то не знают, что они отправляют осведомителей всего того, что происходит в ваших семьях. Дети-то не знают, что много о многом надо молчать. Они в простоте все рассказывают. Как папа ругается, как мама буянит, как тот руходит. Мама-то с папой довольны, ребенок поехал отдыхать. Да нет, он поехал про вас все всем рассказывать. Он-то не знает, что надо о многом молчать. Ну и вот приехал этот мальчик в наш лагерь, где-то на четвертый день в лагере. Он такую интересную фразу сказал, вот это прям цитата мальчика. Он говорит, папа, когда за кафедрой стоит, так плачет, так плачет, а дома на маму так орет, так орет. Так вот, мальчик заметил папу совсем в двух разных вариантах. За кафедрой он один, дома он совсем другой. Так вот, украшение учения. Друзья, это не 15 минут, это не 2 часа воскресенья. Украшение учения. Это 24 часа в сутки. Это 24 часа билборд, рекламный щит, которым ты проповедуешь Евангелие. И я теперь говорю каждому из нас сказать, знаете, друзья, вот Писание по поводу того, что даже, какое у нас отношение с людьми, почему и написано. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. То, как ты относишься к людям вокруг тебя, оно во многом определяет, ты рекламируешь Евангелие, или ты являешься лже-рекламным агентом, который людей отговаривает быть, или быть вовлеченным, или приглашенным к Евангелию. Еще один текст, который хочу обратить внимание, чем мы можем быть украшением. Это текст, который написан 1 Тимофею 2 глава 9 стих. 1 Тимофею 2.9. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, здесь Библия говорит об украшении, но она называет конкретные аспекты. Приличное одеяние, стыдливость, целомудрие. Приличное одеяние. Я хочу каждому из вас задать вопрос. Скажите, когда мы одеваем какую-то одежду? Можем ли мы своей одеждой Евангелие, либо людям его украшать, либо своей одеждой Евангелию делать лже-рекламу и сеять по отношению к людям соблазн и преткновение? Как вы думаете, наш внешний вид, он может отражать каким-то образом украшает Евангелие или наоборот пачкает и напротив людей поощряет к соблазну и преткновению? Я уверяю вас, что если у человека порядок внутри, этот порядок точно проявится и снаружи. Не секрет, как-то кто-то, думаю, из музыкантов, думаю, эту цитату знают, но мне эта цитата одного великого композитора, она мне очень понравилась, потому что фраза, которую он прокомментировал в свое творчество, она звучала следующим образом. Он говорит, для меня очень мало, чтобы музыка людям доставляла удовольствие. Он говорит, я хочу, чтобы моя музыка людей делала лучше. Вот знаете, друзья, я думаю, в этом присутствует как раз-таки вот та самая евангельская цель. Цель, я хочу быть украшением учения Спасителя нашего Бога. Это значит, что ты являешься проводником того, что помогает другим людям быть лучше. Этот человек, будучи музыкантом, сказал, для меня очень мало, если моя музыка людям просто нравится. Я хочу, чтобы через музыку, которую я сочиняю, люди становились лучше. И я хотел бы предложить это каждому из нас. А давай, что бы ты ни делал, кормишь, угощаешь, просто приветливо открываешь дверь, играешь на музыкальном инструменте, поешь все, что ты не делаешь. Делай, чтобы через это другие люди стали лучше. Потому что миссия у тебя – будь украшением Спасителя нашего Бога. И это очень важно, потому что на самом деле, друзья, в вечности, в вечности, можете себе представить, сколь велико будет вознаграждение, когда твоя жизнь была украшением Спасителя нашего Бога. Когда ты никого не соблазнил, когда ты никого не оттолкнул, когда ни для кого ты не стал преткновением, сколь велико будет твое вознаграждение на небе. В Америке есть один приятель, такой друг, которого зовут Александр Он является руководителем молодежи И он мне как-то в разговоре один на один рассказал, что к нему подошла одна их молодая сестра, член их церкви И это девушка, которая подошла к нему и рассказала эпизод, который произошел у нее на работе Она работает в ресторане официантом И вот она, очередной клиент, который подошел, который заказал определенные блюда Она поднесла одну часть, вторую часть Очередной раз, когда она подошла, этот человек, клиент, который был в ресторане Обращается к девушке, которая является христианкой и официанткой И говорит ей такие слова Послушай, я думаю, что ты христианка И она отвечает, да И он говорит, послушай, я хочу попросить тебя, чувствуй на себе великую ответственность Это говорит человек, клиент в ресторане, обращается к девушке, официантке, которую увидел, что она христианка И он ей говорит, пожалуйста, чувствуй и прими на себя великую ответственность Потому что Бог наделил тебя такой красотой И важно, чтобы ты ей распорядилась так, чтобы никого не соблазнить А только послужить Господу во славу Я хочу сегодня каждому из нас сказать Надо принять эту ответственность Что ты имеешь Ты можешь послужить так, что ты можешь кого-то соблазнить А ты можешь послужить так, чтобы через это прославился Господь Потому одежда, она может соблазнять Внешний вид может соблазнять Знаете, без юмора иногда отдельные вещи Трудно какие-то описателя характеризовать Вот маленький эпизод Два брата христианина, они в одной церкви Ну и оба холостяка И знаете, вроде как они договорились друг другу подсказывать Слушай, давай, если у меня будет какая-то симпатия Какой-то девушке или сестре Ну давай ты мне хоть какой-то намек скажешь Что ты по этому поводу думаешь Ну и вот такой интересный эпизод Парень стоит и разговаривает на улице Вот он стоит, разговаривает на улице А девушка, с которой он разговаривает На ней присутствуют элементы косметики То есть косметики на бровях, на губах И вот его приятель так проходит мимо его И что удивительно, никто же этого не понимает А они же договорились друг другу подсказать И вот он так проходит мимо и говорит так Осторожно, окрашенно И дальше пошел И знаете, никто ничего не понял А один другого понял Он понял Осторожно, окрашенно То есть окрашенно так сильно вот здесь и вот здесь Что кто его знает, что же там Поэтому говорит, осторожно Вот я в этом отношении хочу, друзья, поощрить каждого из вас Давайте думать о том Как в том числе и с внешней стороны Быть рекламными агентами Которые на этой земле проповедуют ничто иное Как Евангелие Пусть никто из нас не будет представителем рекламного агентства Который здесь на земле пропагандирует похоть очей Похоть плоти, гордость житейскую Но напротив, пусть глядя на тебя Будет видно и очевидно, и будет видно Что этот человек проповедует чистоту, непорочность, благородство, возвышенное То, что в божьих очах находит одобрение и благословение Вот почему в Писании написано Вот жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшая себя Оказывается, есть свое украшение, которым за украшение признает Господь А есть украшение, которое за украшение признает человек Но в божьих очах оно таковым не является Ну и последний момент, который хочу процитировать текст из Писания Вот чем может еще человек украсить этот текст из Писания, который хочу вам процитировать Который написан во втором послании Коринфянам 9 глава с 11 стиха И к завершению подхожу нашего рассуждения Второе Коринфянам 9.11 Так же, чтобы и вы всем были богаты на всякую щедрость Вот я хочу обратить ваше внимание Здесь интересная фраза Так, чтобы вы во всем были богаты на всякую щедрость Которая через нас производит благодарение Богу Вот я хочу обратить ваше внимание Вот что здесь стало причиной, что у людей родилась благодарность по отношению к Богу Знаете, что стало причиной? Не потому, что кто-то сказал этим людям Три-четыре, повторяйте за мной Слава Богу! Нет! Эти люди проявили качество Которое тут написано Щедрость Всякая щедрость Которая через нас производит благодарение Богу Я задаю теперь сегодня тебе вопрос Скажи, когда последний раз ты что-то сделал? И человек, видя твое действие, не удержался и сказал Велик Господь! Как велико его святое имя! И если ты в своей жизни имеешь эти эпизоды Значит, ты украшение, учение спасителя нашего Бога Не так давно мы имели встречу в кругу молодежи И я делился кое-какими рассуждениями И среди его прочего я примел один такой пример Я говорю, обращался к молодежи Я говорил, друзья, было у вас когда-то так, что вы стоите в супермаркете Стоите в очереди для того, чтобы кассир, который вас будет обслуживать Мог просканировать вами выбранные товары и вам озвучить сумму И при этом вы стоите, и человек, который перед вами сканирует, 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 сканирует свои продукты И вдруг оказывается, что у этого человека нету денег столько, сколько он набрал продуктов Ну, не знаю, бывает ли такое у вас В наших странах это бывает Я рассказываю, молодежи рассказывают эпизоды своей жизни Что я стою в супермаркете Передо мной женщина Вот она отсканировала, отсканировала, сканировала Называет цифру, а у этой женщины в кошельке столько денег нет И кассир обращается к этой женщине и говорит, вам надо от чего-то отказываться, чтобы я это просто сняла с чека, и таким образом сумма будет меньше. Я слышу, потому что я стою уже в следующем, и я обращаюсь к кассиру и говорю, не надо ничего отнимать. Пусть эта женщина, вот то, сколько у нее заплатят, а недостающая заплачу я. Эта женщина смотрит на меня и пытается понять, вообще знакомы ли мы. Я ей смотрю в глаза и говорю, даже не пытайтесь вспомнить, мы с вами точно не знакомы. Я хочу вам это сделать ради Иисуса Христа. Я теперь задаю вопрос, вы думаете, это так трудно быть украшением учения Спасителя нашего Бога? На самом деле это не трудно. Эти моменты, они выстреливают каждое мгновение твоей жизни. Просто ты ими пользуйся. Просто думай и пользуйся, как я могу воспользоваться мгновением, где я могу послужить Господу во славу. Не о себе, не о своей чести, не о своей выгоде, а Господу во славу. Я хотел бы пригласить каждого из вас. Друзья, вокруг нас так много этих возможностей. Я приводил уже этот пример, позвольте, я его расскажу еще раз. Накануне Нового Года, 31 декабря, мне моя жена говорит, Игорь, надо съездить на рынок и купить к новогоднему столу апельсины, мандарины. Ну, там, у наших сестер, слава Богу, всегда есть чем озадачить своих мужей. И слава Богу за мужей, которые с радостью выполняют веренное им служение на уровне их жен. Я, как получивший от Центра управления полетом команду для выполнения задания, отправился на рынки. Цены были чуть ниже, чем в супермаркете, потому я стал в очереди, и там продавал один человек. У него вот как раз таки весь этот ассортимент был. Люди, которые покупали у него передо мной, как правило, если поднимают апельсин, он немножечко где-то испорченный, а они его отлаживали в отдельную коробочку, или так, в отдельный лоток. И таким образом там были киви испорченные, мандарины испорченные, апельсины испорченные. И когда подошла моя очередь, чтобы мне сказать этому продавцу, что мне надо, я обратил внимание, что рядышком со мной подошла женщина в таком невзрачном пальто, и она тихонечко выбирает из того, что уже другие отказались. И у продавца на этот товар цена на порядок ниже. А это 31 декабря, накануне Нового года. И я обращаюсь к этой женщине и говорю, вот все, что вы хотите, вы выбирайте хорошего, а я вам оплачу. Эта женщина смотрит на меня, а не может понять вообще, что такое происходит. А я ей просто говорю, если вы думаете, что мы знакомы, то мы с вами не знакомы. Я хочу вам это сделать просто ради Иисуса Христа. Я вижу, что эта женщина стоит под впечатлением, ничего сказать не может. Я поворачиваюсь к продавцу и говорю ему, дайте там, и называю там мандаринов столько, апельсинов столько. Тихонечко перечисляю эти вещи. И удивительно, я имею в виду удивительно, как вел себя продавец. Вот этот продавец всего насобирал, сумму, которую надо заплатить. Он мне сказал, даже ее не уменьшил. А когда передавал этот пакет женщине, говорит, вот так, женщина, приходи всегда ко мне. Видишь, как тебя любит Господь. Выглядит так, что он стал благодетелем только за чужой счет. Ну, после этого, эта женщина, она там со слезами на глазах, ой, спасибо тебе, ой, благодарю тебя. Но я хочу вам сказать, друзья, это не такая большая сумма. Но я уверяю вас, впечатление у этой женщины осталось не на неделю, не на месяц. И когда после этого я, то, что мне вверено было купить, я купил, я вернулся домой. И вечером, где-то, может, в районе часов восьми вечера, девяти вечера, мне, одна из наших молодых сестер пишет мне на Viber, говорит, дядя Игорь, вы сегодня попали в электронную газету нашего города. А оказывается, и дает мне ссылку. Я захожу на электронную ссылку электронной газеты нашего города, он называется там, Слуцк город, так называется электронная газета. И знаете, там статья, написанная журналистом. А статья следующая. Что делают люди накануне Нового года? И этот человек, журналист с фотоаппаратом по городу ходил, на детскую площадку, в городской парк, и так, и среди всего прочего он зашел на рынок. И знаете, фотография, с которой он сделал снимок, не было там под фотографией такой формулировки, что человек 31 декабря женщине купил фрукты или овощи. Этого не было, потому что точка, с которой была сделана фотография, была на таком расстоянии, что просто наш разговор этот человек мог не слышать. Но когда фотографию я посмотрел, вы знаете, что это был за момент? Это был момент, когда этот человек, продавец, отдавал этой женщине пакет. А я просто стоял и оплачивал. И знаете, я смотрю на фотографию, а под фотографией не человеком рукой читаю, а от Святого Духа слышу голос. Сын мой, то, что ты сделал, я на небе вижу. И я это говорю сегодня каждому из нас. Если кто-то из нас думает, чтобы быть украшением учения, спасителя нашего Бога, надо ехать далеко куда-нибудь там в Амурские края, куда-нибудь далекую Сибирь. Нет, мой друг, ты можешь быть миссионером там, где ты находишься. Ты можешь послужить одинокому, ты можешь встретиться с сиротой и вдовой, ты можешь просто кому-то открыть дверь, ты можешь просто в магазине кому-то купить. Я рассказывал уже этот пример, когда в Германии там один молитвенный дом, мы были на конференции, эта конференция закончилась в субботу, остались мы на воскресенье. А зал настолько заполненный людьми, что просто трудно себе представить, как же они все вмещаются. И вот там, в этом молитвенном доме, на севере Германии, мне показали этого брата, который удивительным образом, удивительным образом он себя ведет. Людей настолько много, что если вы придете уже без пяти, без десяти, десять, уже места в зале вам не будет. Это точно. Этот человек приходит где-то за минут сорок раньше и садится на последний, предпоследний ряд, и причем садится вот вдоль прохода. И когда начинается служение, то есть это буквально минуты или две, как служение будет начинаться, он поворачивается назад и смотрит, кому места не хватило. И знаете, что после этого он делает? Он просто выбирает самого пожилого или самого немощного, встает и говорит, садись на мое место. И это он сделал раз, два, неделю, месяц. А когда это заметили за ним, они ему говорят, слушай, а что ты делаешь? Знаете, каким был его ответ? Ответ звучал так. Что я делаю теперь, вы не знаете, а вы разумеете после. Знаете, что он делает? Он просто говорит, я не могу играть на музыкальном инструменте, я не могу проповедовать из-за кафедры, но я могу послужить, приехать раньше, а потом уступить. Я почему это говорю? Потому что быть украшением Спасителя нашего Бога, друзья, для этого не надо иметь симпядия во лбу. Можно быть рабом, который служит своему господину, но то, как он это делает, он украшение Спасителя нашего Бога. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас принял это как миссию для своей жизни. Там, где ты живешь, там, где ты работаешь, там, где ты являешься студентом или коллегом по работе, пусть все, что ты делаешь, пусть это будет украшением, учение Спасителя нашего Бога. Какую бы ты услугу человеку ни оказывал, что бы ты ни делал, я хочу предложить тебе, чтобы ты это делал так, чтобы это не только было средством заработать средства, а чтобы это было возможностью, чтобы тебе отразить украшение, учение нашего Господа. Какую бы ты человеку услугу ни оказывал, кормишь или что-то ремонтируешь, делай это так, чтобы человек остался под впечатлением, а после этого ты мог ему сказать о Иисусе Христе. Как один человек, будучи мусульманином, когда он пообщался с нашими братьями, это человек, который был такой даже близкий к тому, чтобы быть причастным к служению имама, это священник в исламе. И когда он пообщался в России с нашими братьями, пообщался с верующими, искренними людьми, знаете, какую он фразу сказал? Он сказал, если бы все христиане были такими, как вы, ислама на земле бы не было. И я хотел бы пригласить сегодня каждого из вас. Давайте примем эту миссию. Я хочу быть украшением, учением, спасителем моего Бога. Но только хочу пригласить вас. Давайте гореть так, чтобы гореть, но только не гореть, чтобы коптить, а напротив, от всякой копоти освобождаться. А давайте весь свой образ жизни, равно как и свой внешний вид, давайте сделаем так, чтобы ты был перемещаемым по земле рекламным щитом, на котором проповедуется ни похоть, ни страсть, ни низменность, ни грех, а через которого проповедуется любовь, нежность и теплота Иисуса Христа. И для этого у тебя есть уста, для этого у тебя есть руки, для этого у тебя есть ноги. Посвяти свою жизнь тому, чтобы просто прославить Господа. А тот, кто прославляет на земле Христа, тот от Него имеет невероятную благодать и благословение на земле и обетование на чудную славу на небесах. И я хочу пригласить вас. Давайте не искать украшения, учения Спасителя нашего Бога вокруг себя. Давайте каждый из нас примем это решение внутри себя и скажем, Господи, я хочу быть украшением Твоего учения. Я хочу быть на земле не тем, кто сеет соблазны и преткновения, а кто является украшением и отрадой, и славой, и хвалой Твоему святому имени. Я хочу пригласить вас, Господу в молитве об этом сказать и помощь у Него на эту миссию для нашей жизни попросить. Встав на ноги, обратимся к Господу с молитвой. Аминь. Продолжение следует...